Добрый день, друзья! Поздравляю вас всех с наступившим 2019 годом! Как я уже говорил, 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. И вот вчера свой первый ход на шахматной доске сделал Игорь Коломойский. Это был вполне ожидаемый ход Е2-Е4, но никто не предполагал, что Бенель сделает его прямо в канун Нового года. Но никто даже представить не мог, что Владимир Зеленский сделает свое заявление на телеканале 1плюс1 именно в тот момент, когда со своим новогодним поздравлением должен был выступать президент Украины Петр Порошенко. Добрый вечер, друзья! Совсем скоро мы встретим Новый год и продолжим вечерний квартал. А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно. Как Владимир Зеленский. Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три шляхи. Первый шлях – жить, как живешь, плести за течею. И это нормально. Это выбор каждого. Второй шлях – собирать свои вещи и поехать в другую страну. Заработать там деньги, надписывать своим близким и родным. И это тоже нормально. Но еще третий шлях – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его. Меня давно уже запитывают. Идешь, не идешь. Знаете, на отличие от наших больших политиков, я не хотел вам марно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам где-то пообещаю. И сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президента Украины. И сразу выполню. Я иду в президента Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом. С Новым слугою народу. Дословно он сказал, что решил с нами поговорить откровенно, как Владимир Зеленский. Сейчас в Украине такая ситуация, что у каждого украинца есть три пути. Первый путь – жить как живешь и плыть по течению. Второй путь – собрать свои вещи и уехать в другую страну. Зарабатывать там деньги и присылать их своим родным и близким. И третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его, сказал Зеленский. В общем, ребята, он открыто сказал, что будет принимать участие в избирательной кампании. И вот утром я проснулся и решил почитать комментарии под своими видео. В общем, решил пообщаться со своими подписчиками. И тут я сразу натыкаюсь на вот такой вот комментарий. Давайте я вам сейчас его зачитаю. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу заявления Зеленского? И как считаете, какие у него реальные шансы? Мне 24 года, и я устал от этих политиков-мразей. Я буду голосовать за него, и все мои знакомые, в основном молодежь до 30 лет, тоже за него. И вы правильно сказали по поводу эмиграции. Я уже месяц нахожусь в Польше, не работаю. И я не могу сказать, что мне здесь очень нравится. Я хочу жить в Украине, хочу жить в Одессе. Но если будет Юля или Петя опять, то мне придется уехать как минимум на 5 лет. Почитав этот комментарий, а потом еще почитав посты некоторых парохоботов в социальных сетях, я, собственно говоря, и решил записать это видео. И сразу же хочу ответить своему подписчику. Опросы говорят, что реальные шансы у Зеленского есть. Но насколько они оправданы, мы узнаем именно в день выборов, 31 марта. И еще, я хочу сказать, что я буду делать обзоры на всех кандидатов в президенты. Поэтому я хочу сразу сказать, что если я сегодня делаю обзор на Владимира Зеленского, то это абсолютно не значит, что я именно за него буду голосовать. Я обязательно вам скажу имя своего кандидата, но это уже, ребята, будет ближе к выборам. Ну а читая отзывы в социальных сетях на это событие, я сразу обратил внимание, как начали подгорать пердаки у парохоботов. Они массово начали писать, да как Коломойский мог, ведь мы хотели посмотреть не только выступление президента, но и выступление в его лице главнокомандующего. А тут нам вместо новогоднего выступления президента показали выступление какого-то Зеленского. Вот мне так и хочется у них спросить. Ребята, а вы что, по другим телеканалам не могли посмотреть новогоднее выступление президента? А теперь вы скажите мне, а где написано, что частные телеканалы должны обязательно транслировать сладенько-брехливые поздравления Порошенко? Это что, какая-то суперважная информация? По-моему, 1 плюс 1 это частный телеканал. Понятное дело, что Игорь Коломойский объявил войну Порошенко, и поэтому он дает телевизионный эфир своему кандидату. Но вот что меня удивило больше всего, это то, что всех возмутило только одно. Какое право комик имеет идти в президенты? Типа комик вообще не должен идти в политику. Лично я, ребята, всегда был противником таких суждений. Смотрите, дважды судимые могут идти, боксеры могут идти, а комики, получается, нет. Тогда я хочу задать такой вопрос. А актер Рональд Рейган тоже не должен был идти в президенты? Американцы до сих пор считают, что при Рейгане им жилось лучше всего. А драматург и писатель Васлав Гавел тоже не должен был идти. А Электрик Лех Валенца тоже не должен был идти? Или по-вашему президенты должны идти только воры и коррупционеры, у которых только одна цель разворовать бюджет и разграбить страну? Есть такие, которые якобы сомневаются. А зачем Зеленскому это надо? У него ведь в 95 квартале бешеная популярность. А идя в президенты Украины, у него нет никакой перспективы. А вот если Порошенко опять станет президентом, то у нас с вами будет хоть какая-то перспектива. Вы знаете, друзья, я когда слышу слово перспектива, я всегда вспоминаю один очень старый пошлый анекдот. Ладно, давайте я вам его в конце выпуска расскажу. И вы тогда сразу поймете, какие у нас с вами при президенте Порошенко могут быть перспективы. И вообще, я считаю, что очень многие парохоботы забывают, что Зеленский является не только комиком, как они говорят, но он еще и художественный руководитель студии 95 квартал. И многие даже не хотят понимать, что это очень серьезный и прибыльный бизнес-проект. Ну и естественно, как тут можно не вспомнить заявление одного из глашатаев блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко. Я хочу вам напомнить, что он совсем недавно написал у себя в фейсбуке. Поспорил о том, что Владимир Зеленский не пойдет в президенты. Если Зеленский все же решит снять с себя костюм клоуна и стать политиком, тогда я сниму костюм политика и приду на эфир в костюме клоуна. Владимир – талантливый человек. Все эти слухи, что он куда-то пойдет и будет баллотироваться, не больше, чем пиар и реклама нового сезона «Слуги народа» из студии 95 квартал. Запомните этот твит. Так вот, вчера на 112-м телеканале он официально заявил, что как только начнет работу сессии Верховного Совета, он обязательно придет на один из телеэфиров в костюме комика. И вы знаете, я почему-то не удивляюсь этому. Все знают, что отмороженный Гончаренко и не на такое способен. Что касается спора, ну что тут делать? Мужик сказал, мужик сделал. Слово свое безумно втремаю. И после, как раз начнется сессийный тиждень в Верховной Раде, я повернусь в Киев, повернусь на работу, то, конечно, слово втремаю и приду в эфир в соответствующем костюме. Но должен он также сказать, что в социальных сетях очень много людей высказывают свою поддержку Владимиру Зеленскому. Давайте я вам сейчас зачитаю одну из них и вы сами все поймете. Говорят, что у Зеленского нет опыта политической деятельности, что он не справится, что его курирует Коломойский, что Украине будет очень плохо при таком президенте. Говорят те, которые вывели нашу страну на первое место по нищете в Европе, разрушили добрососедские связи с соседями, создали условия для начала войны. Говорят патологически жадные и низменные, готовые уничтожить многомиллионную страну, чтобы сохранить свою личную власть и деньги. Я считаю, что Украине хуже, чем при нынешней власти, уже не будет, поскольку хуже некуда. У него, конечно, нет опыта в отмыве бюджетных денег посредством офшорных схем, нет опыта в продаже хлебных должностей, он не умеет продавать негодную технику втридорога, производство своих предприятий для армии. Пусть не будет у нового президента никогда такого опыта, а будет он просто нормальный, здравомыслящий человек, не зацикленный на сохранение своего наворованного богатства, понимающий, что людям надо жить, развиваться, растить детей, зарабатывать и отдыхать, а не подменять реальные человеческие нужды и потребности обманными суррогатами, типа томосов, голодоморов и прочего националистического бреда, который возвели сегодня в ранг государственной политики. Не беда, что нет так называемой команды. Есть принципы развития современной государственной системы, электронное правительство, блокчейн, страхование бюджетных заказов и отказ от ненужных сегодня Украине чрезмерных функций контроля. Перевоз стагнирующей экономики в новый формат налогоблажения, налог с оборота, позволит за два года выйти на домайдановский уровень. Опыт есть у меня и у тысяч таких же, как я, профессионалов, которые не нашли себя в неприемлемых для нас коррупционных схемах. Давно уже чешутся руки прекратить этот воровской беспредел, который, как следствие, породил войну на Донбассе и привел к потере Крыма. Давно пора прекратить омерзительное чванство и провести, наконец, прямые переговоры с мятежными территориями и закрыть, наконец-то, эту кровавую страницу нашей истории. Мы все тебе поможем. За два месяца избирательной кампании подготовим четкий план действий нового президента и донесем до каждого человека в стране. Выборы в один тур будет 65% не меньше. Зеленский. Вперед! Ну, а теперь давайте порассуждаем вот о чем. Смотрите, всем уже понятно, что Игорь Коломойский будет делать ставку на двух кандидатов Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского. Вот лично мое мнение, что Зеленский, как кандидат президенты, в первую очередь оттянет голоса тех, кто собирался голосовать за Порошенко. А это, естественно, на руку Юлии Тимошенко, а значит, Игорю Коломойскому. И я почему-то думаю, что Игорь Коломойский приложит немало усилий, в том числе и финансовых, чтобы во второй тур президентских выборов в Украине вышли Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Но мы даже представить не можем, какое супер-шоу собирается разыграть в Украине Петр Порошенко именно в начале января в связи с получением Украины и Томаса. Он надеется, что устроено им грандиозное празднование получения Томаса добавит ему несколько процентов голосов. И в заключении я хочу сказать только одно. Никто не знает, каким президентом будет Владимир Зеленский. Но зато я уверен, что многие понимают, какими никудычными президентами будут Порошенко и Тимошенко. Ну и раз я уже обещал, то давайте расскажу вам анекдот. Это касается той перспективы, которая будет у нас с вами, если президентом Украины опять выберут Порошенко. И так, глухая деревня, нищета, разруха, сидит пес возле сельсовета и к нему подбегает стая собак. Слышь, Шарик, деревня загибается, прокормиться все сложнее, голод. Мы всей стаей в лес собираемся, будем охотиться, еду себе добывать, зверей гонять. Давай с нами. Шарик отвечает, не, не пойду я в лес, у меня тут перспектива. А не, ты че, Шарик, нищета, с голоду же сдохнешь. Давай с нами, дворняга бродячая, какая у тебя тут перспектива? Он так важно. Да сижу я вчера на собрании сельсовета, председатель говорит, урожая нет, кармани завезли, скот мрет, если так и дальше пойдет, то мы все тут у Шарика хуй сасать будем.